Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Если вы следите за нашим каналом, то помните, что совсем недавно мы приготовили крем-сыр Филадельфия. Есть видео на эту тему. Сыр очень интересный, готовится очень легко. И самое главное, он очень вкусный, очень ароматный. Обожаю его. Такой запах потрясающий. Он, кстати, очень сильно пахнет чизкейком. Или чизкейк пахнет крем-сыром. Как вы уже догадались, и как я обещал в предыдущем видео, сегодня мы будем готовить чизкейк. А у нас этот чизкейк называется Чизкейк Нью-Йорк. Ну вот я переписывался с друзьями из Америки. Они такие, нет, не знаем чизкейк Нью-Йорк. Выяснили, что он просто называется Американ Чизкейк или Американский Чизкейк. Итак, друзья, сегодня мы вам расскажем, как приготовить и откроем несколько секретов. В первую очередь о продуктах. Количество всех продуктов на чизкейк, вот такой вот величины, он у нас будет небольшой, я размещу в описании видео. Сейчас вкратце расскажу, что нам понадобится. Ну, непосредственно мы взяли полкилограмма сыра Филадельфия, который мы приготовили. Два яйца, понадобятся сливки, понадобится сахарная пудра, понадобится ванилин, понадобится лимончик. Причем лимончик нам понадобится и лимончик, и сок лимона мы выдавили. Понадобится сливочное масло, мы его сразу же растопили, оно нам нужно растопленное. И любое песочное печенье, или сладкий крекер, или лучшее сладкое песочное печенье. Мы вот используем такое к чаю. Естественно, нам нужна будет форма для выпекания. Вот такая вот формочка, она со съемным дном. Очень удобно чизкейк, это не пирог, это даже больше, наверное, тортик. Он как бы без теста сбоку и без верха. Поэтому удобно чем такая форма. Мы ее можем раскрыть вот так вот, снять. И у нас чизкейк останется на донышке. Попробую ее еще закрыть. Поставить. Ладно, потом закроем. Также нам надо будет в духовке выпекать чизкейк на водяной бане. Поэтому нам понадобится какая-нибудь старая штука. Мы используем такую сковородку, чтобы поставить на дно духовки и набрать туда воды. Естественно, пергамент для выпекания. Из оборудования нам понадобится любой кухонный измельчитель. Если его нет, то нам надо будет измельчить печенье. Его, в принципе, можно измельчить вручную. Мы будем измельчать на измельчителе, на вот таком вот маленьком бытовом кутере. Нам понадобится венчик. Из венчика. Венчик это наше все. Чего я еще хотел сказать? Первый секрет, друзья. Приступая к приготовлению чизкейка, обратите внимание на то, что все продукты должны быть, во-первых, одинаковые, а во-вторых, комнатной температуры. То есть выставьте их на несколько часов, ну хотя бы на час, из холодильника, чтобы все нагрелось, набрало комнатную температуру. Итак, друзья, в первую очередь сделаем основу для чизкейка. Лариса нам сейчас покажет... Сейчас наше печенье в измельчитель. И измельчаем в мелкую крошку. Если делаете это вручную, берете ступочку бытовую, и в ступочке его можно потолочь, получится тот же эффект. Измельчили печенье. Сейчас покажу вам, какая крошечка получилась. Сейчас размешиваю. Посмотрите, дорогие друзья, вот такая вот она получилась. И приступим. Высыпаем печенье в емкость, в которой мы сможем его хорошенько перемешать. Добавляем растопленное... Ага, Лариса там нашла еще какие-то вещи, которые надо... Печенья просто мало очень. Я такой даже чашу маленькую порцию делаю. Поэтому если попадаются еще какие-то такие покрупнее кусочки, их лучше сразу раздавить. Они давятся очень легко. Добавляем растопленное сливочное масло. Мясло. 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 И хорошенько это дело перемешаем до состояния однородной массы. Делаем формочку и делаем вот такую манипуляцию. Застилаем донышко пергаментом и собираем нашу формочку. Но не так это все просто, как Ларисе казалось. Друзья, пока мы производим все манипуляции с тестом, я бы сказал, пока мы хоботимся, вернее, с основой, стоит подготовить духовку. Духовку надо разогреть до температуры 180 градусов. Причем желательно, чтобы температура была точная. Выкладываем наше импровизированное тесто, ну, основу, собственно говоря, для чизкейка, на дно формы. А края не надо сейчас застилать, да? Края потом. Выравниваем его, чтобы основа у нас была ровная, чтобы там никаких гор типа Эвереста у нас внутри чизкейка не было. Ну, или Эльбрусов. Вот. И приминаем вот так вот. То есть потихонечку начинаем приминать, если у нас где-то образуется. Ну, грубо говоря, наша задача сделать ровненькую площадочку, на которой потом будет, так сказать, нежиться наш нежный чизкейк. Утрамбовываем его. И будем помещать в духовку. Утрамбовали наш чизкейк. Смотрите, какая ровненькая у нас поверхность получилась. Отправляем его в духовку на выпекание на 10 минут при температуре 180 градусов, друзья. В это время займемся, ну, непосредственно самим чизом, то есть сырочком. Итак, друзья, приступим. В любую посуду, желательно в мисочку, выкладываем наш сыр Филадельфия. Кстати, если у вас нет или вы не хотите готовить сыр Филадельфия, в принципе, можно использовать любой крем-сыр. В больших супермаркетах они продаются. Так и называется крем-сыр. Он бывает разный, бывает и местного производства. Вот у нас есть какой-то украинский, уверен, в России, тоже есть российского производства крем-сыры. Поэтому сыр Филадельфия, в принципе, не обязателен. Это просто классический рецепт. Добавляем сахарную пудру. Добавляем сахарную пудру равномерно по всему сыру. И добавляем ванилин. Вот примерно 2 щепотки, как Лариса добавила. Но, опять же-таки, вопрос сугубо индивидуальный. Друзья, хорошо-хорошо это вымешиваем до однородной массы. До однородной массы. И вбиваем в сыр одно яйцо. Именно вот так вот, поочередно. Вбиваем одно яйцо. И перемешиваем его, опять-таки, до однородной массы. Второй секрет чизкейка, друзья, в том, что вот этот процесс нельзя делать механическим путем. То есть, миксером, тестомесом. Ну, нельзя механически его перемешивать. Почему? Потому что мы насытим сыр воздухом. В нем образуется большое количество воздушных пузырьков. И у нас чизкейк не получится. Он просто потрескается. Когда получаем, вот после того, как получим однородную массу, только после этого вобьем второе яйцо. Получили однородную массу и вобьем второе яйцо. Вот в такой вот последовательности опять перемешиваем, полностью вымешиваем его до однородной массы. У нас должна получиться такая совершенно однородная, очень нежная, я не знаю, как паста. Это не паста, ну, как его назвать, Ларис? Крем. Крем. Ну, фактически, да, фактически получается крем. Вот он мягенький-мягенький. Хорошенько перемешали. Теперь добавляем столовую ложку лимонного сока и вотрем немножко цедры. Когда будете втирать цедру, будьте аккуратны, чтобы не затронуть белый слой, потому что белый слой лимона горький и, соответственно, испортить нам вкус. Нам надо именно верхняя, верхняя часть, верхняя часть кожуры, но именно сама цедра. Хорошо. Терли цедру. Хорошенько опять все перемешиваем. Действительно, важно хорошо перемешать, чтобы все ингредиенты распределились по всему объему сыра. Он в процессе как-то становится все более и более кремообразный, да? Угу. И вливаем сливки. Ничего из холодильника, друзья, потому что все испортим. Только все комнатной температуры. И опять-таки хорошо все перемешиваем. Очень хорошо перемешиваем сырную массу, наш сырный крем. Я только что его попробовал, друзья, и, в принципе, мы сошлись на том, что на этом можно остановиться. Он такой вкусный. Вот я бы реально его сейчас ложечкой полопал бы, если честно. Правда, очень вкусный. Ну, кстати, я думаю, такую штуку, если ребенку приготовить, просто такой крем, это нечто. Я вам передать не могу. Ну, ладно, у нас мы поставили задачу. Будем держать себя в руках. Будем готовить чизкейк Нью-Йорк. Все, друзья, мы хорошо все вымесили, и начинка для нашего чизкейка готова. Также готов наш коржечек. Вот он такой вид имеет. Видите, он немножко подрумянился. Ровно 10 минут он стоял в духовке. Надо теперь его полностью, опять-таки, остудить до комнатной температуры. Духовку тоже надо остудить. Выпекать чизкейк мы будем при температуре 160 градусов. Ждем, пока форма остынет. И приступим к дальнейшему действию. Друзья, остыло. И выложим туда крем-сыр. Предварительно края формы мы вырезали вот такие вот из пергамента для запекания. Вырезали вот такие вот полосочки. И заправим их под бортики. Расслабим форму. Вот таким вот образом. Чтобы наш сырок потом не прилип, ну, грубо говоря, чтобы чизкейк не испортить, когда мы его будем вынимать из формы. Вот так раз. И вот так вот два. И не хватает. Продуманная такая. Сейчас мы его расправим просто аккуратненько, чтобы он сыровненький был. И теперь можем выкладывать нашу сырную массу. Опа, она загустела немножко, да? Ну, она такая, да. Густенькая. Сейчас наша задача все ровненько распределить. Аккуратненько. Слушай, а я что-то мало, по-моему, сырной массы сделали. Да почему же мало? Ну, чизкейк, ее должно быть много до чизкейки. Сыра должно быть много. Сейчас мы... Помнишь, как Матроскин про бутерброды с колбасой говорил? И, кстати, собачку Соник вспомни. Ты решил всех вспомнить? Да, мне что-то в последнее время мультики. Там оставь мне чуть-чуть, чтобы я это... Остаточки вылизал. Хорошо. Специально. Спасибо тебе большое. Друзья, хорошенько, ну, давить сильно не надо. Надо просто, ну, как бы, уминать ее там, придавливать. Надо просто равномерно разровнять нашу сырную массу, чтобы она имела красивый ровный вид. Вот Лариса использует такой шпатылечек. После того, как распределили, ну, выровняли сырок, сделаем еще несколько вот таких вот движений, чтобы он полностью осел, чтобы у нас там никаких пустот не осталось. И, друзья, теперь нам надо сделать водяную баню. Но если мы форму поставим просто в воду, естественно, у нашего сырка будет... У нашего чизкейка будет подмоченная репутация. Поэтому делаем вот такую вот фишку. Берем фольгу. Натрываем нужное количество. И заворачиваем форму фольгой. Теперь, если мы нальем воды, она не попадет и не подмочит репутацию нашему чизкейку. Да, а это ничего не даст. Ну, а зачем еще раз? Тебе... А все равно у тебя по бокам будет не выше. Тебе надо наливать чуть ниже вот этого уровня. То есть, если ты сделаешь с другой стороны, то там будет по тем бокам. И оно в любом случае туда просочится. Так или иначе. Ну, мне надо тогда по этому уровню. Ну, вот по низшему уровню, да, надо наливать воду. Ну, как его не переборщить? Что, что? Как его не переборщить? А ты стави, прямо здесь нальем. Помещаем наш чизкейк в поддончик. И наливаем горячей воды. Ну, практически кипятка. Естественно, наливаем чуть ниже уровня фольги, чтобы вода не попала вовнутрь формы. Если она попадет, то все испортится. Все пропало, шеф. Все пропало. Слушай, можем даже, ну, так, на сантиметр, чтобы не доходила вода туда. Главное, чтобы она не развернулась еще, эта фольга в процессе. Ну, думаю, достаточно, Алиса. Итак, друзья, все подготовили к выпеканию. Отправляем наш чизкейк в духовку, разогретую до 160 градусов. Вмещаем чизкейк в духовку, разогретую до температуры 160 градусов на среднюю полочку. Делаем это аккуратно. И нам важно, чтобы у нас не было сильных колебаний температуры. Выпекать будем от 60 до 70 минут. Я включил секундомер. Мы скажем точное время. Но все зависит от особенностей духовки и от размера чизкейка. Когда он будет готов, мы покажем, как определить готовность. Итак, друзья, встретимся через 60 минут. Итак, друзья, прошел час 20. Наш чизкейк готов. Свидетельством того, что он готов, стало вот его такое желейное... Стой, давай я покажу. Вот он такой стал, трусится немножко как бы. Теперь наша задача, чтобы он не потрескался. Мы вынимаем форму из емкости с водой. Аккуратненько. Помещаем его... Сейчас Лариса достанет. А чего? Горящее? Я еще что-то аккуратно это сделала, не повредить. Помещаем наш чизкейк обратно в духовку. Духовку выключаем и оставляем открытую, вот так вот, чтобы она была открыта, плавно остывать. Оставляем где-то на 2 часа. Вот таким вот образом, друзья. То есть не достаем его. Если его сейчас достать из духовки, опять же таки, он потрескается. Через 2 часа он остынет. Потом что с ним? Его надо потом еще выдержать, да? Потом в холодильнике. В холодильнике. Через 6-8 часов. Ну, расскажем. Расскажем, друзья. Через 2 часа расскажем. В любом случае, дегустировать его будем уже завтра. А пока вот так вот на 2 часа оставляем его плавно остывать в духовке. Друзья, наш чизкейк остыл в течение 2 часов. Достанем его из духовки. Духовка тоже уже полностью остыла. Перед тем, как помещать чизкейк в холодильник, освободим его от фольги. И достанем вот этот вот бортик наш из пергамента. Аккуратненько достаем, чтобы не повредить сам чизкейк. Так, закрой этот замочек. Не в ту сторону. Теперь затянем его стрейч-лентой. А для чего стрейч-лента? Просто, чтобы мусор, ну, чтобы ничего на него не упало? Или какие-то процессы еще? Ну, я, если честно, не знаю. Вот все рекомендуют. Так, может? Понятно. Америкосы тоже рекомендовали? Да. И поставим его... Сейчас я забрала. Лариса спрятала чизкейк. Подменила точно сейчас, я знаю. Забрала с кадра, значит, подменила. Друзья, ставим его на 6-8 часов в холодильник. Ну, в нашем случае мы ставим на ночь. А завтра утром будем дегустировать. Спокойной ночи, до завтра. Чизкейк провел ночь в холодильнике. И попробуем его. Раскрываем форму со странным названием «Чудо». И попробуем его снять. А как же его снять отсюда? Ладно, снимать будет потом Лариса. Сейчас испорчу чизкейк. А я разрежу его. Чик. Конечно, надо какую-то лопатку для таких штучек. Я сделаю это ножом. Что-то он не хочет он униматься. А, я подковырнул его, вынулся. Друзья, пахнет он потрясающе. Сейчас я вам покажу его вблизи. А после этого попробую. И расскажу, какой на вкус. Полюбуйтесь, пожалуйста, на наш чизкейк. Вот такой вот он. По-моему, очень красивый. Сверху его можно украсить каким-нибудь вареньком, каким-нибудь ягодками. Но это уже по вашему желанию. Итак, чизкейк Нью-Йорк или американский чизкейк. Американ чизкейк. Какой он на вкус? Запах, как я уже говорил, очень классный. То есть, сам крем-сыр, он вот такой вот имеет немножко сладковатый аромат. И вот он больше... Ну, я не знаю, суши мы еще не делали. Может, когда-нибудь попробуем. В частности, как я уже говорил, крем-сыр от Филадельфия используют для одних из самых известных роллов Филадельфия. Но тогда сыр надо посолить. Мы сыр не солили. Он немножко, ну, совсем чуть-чуть сладковатый на вкус. Ну, а здесь, конечно, аромат добавили ванилька и лимонная цедра. Итак, попробуем. Реально потрясающе. Невероятно нежный. Сам сыр просто тает во рту. Такого вкуса... Ну, в общем, друзья, надо пробовать. Ну, что я могу сказать. Рецепт чизкейка Нью-Йорк или американского чизкейка годный. Можете по нашему рецепту его совершенно спокойно делать. Постарались максимально раскрыть те секреты и не повторить те неудачи, которые происходили у нас с предыдущими чизкейками. Потому что первый потрескался. Начали разбираться, почему он неприглядный вид. Он был вкусный, но вид имел неприглядный. Немножко опустился. Начали разбираться, глубже изучать информацию. И вот рецепт, в котором все взвешено, все идеально. Единственное что, как бы небольшой нюанс. У нас, когда мы заворачивали его к фольгу и достали, внутри фольги были капли воды. То есть, Лариса, помните, говорила, что надо несколько слоев завернуть в фольгу. Как-то вода все-таки просочилась туда. То есть, когда будете делать водяную баню, я думаю, что три слоя фольги все-таки вот так вот сделайте, укутайте его. И будет то, что надо. Но, в принципе, то, что туда пару капель воды просочилась, никак не повлияло на вкус. Да и сам коржичек тоненький, он не разбух, как я уже показывал. Ну, все идеально. Все идеально. Поэтому, ну, собственно говоря, дорогие друзья, дорогие подписчики, пробуйте. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх. Если не понравилось, конечно, вниз. Но, надеюсь, что понравилось и было для вас полезным, друзья. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео, новые рецепты. А мы будем для вас снимать и дальше. Всего доброго, пока.